МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чижов. И да, у меня обострённое чувство справедливости. Ты вот с девочкой ошибся серьёзно? Думал, что за девочку заступиться некогда? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Ты пенсионеров обманываешь. Деньги у них последние забирай. По пути. Я знаю, как вычислить и обойти всех, для кого гидняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Нашу квартиру, которую мы купили, у нас хотят забрать. Быстро очень квартиру надо продать. Можете помочь? У меня вышел рынок просто как собака. То есть он был уверен, что он себя вывели? Ну, выходит, что так. А что ты чистый-то такой? Давай, исправляйся. Я не знаю, какой там агрегат стоит. Будем искать. Давайте начнем. Я так и знал. Иди сюда. Кто такие? Ты в ночь ее выгнал, и она, считай, на вокзале ночевала. Подождите, слышите. С кем работаешь? На тебе я работаю? Ну, я прошу, чтобы не убивать. А вот это правильно. Вот уж не знаю, в какой момент людям приходит в голову заниматься какими-то аферами. Вот вроде все есть у человека. Квартира есть свободная, может ее сдавать, получать какой-то доход. Но нет, все равно хочется зарабатывать каких-то нечестных денег сверхприбыль. Именно на такого нечестного арендодателя по сдаче квартиры нарвалась моя подписчица Ксения. Он ее буквально выставил из квартиры с вещами, не вернув залог за аренду. Сейчас еду к ней. Надеюсь, получится помочь этой девочке. Ксения. Ксения. Здравствуйте, Влад. Как здорово, что вы приехали так быстро. Проходите. Так, нас много. Да, мы разместимся на кухне. В комнате подруга отсыпается, поэтому немного... Подруга отсыпается? Да, да, ребят, потише. Я можно раздеваться? Да, конечно, конечно. Просаживайтесь. Чай на физику. Нет, спасибо. Давай, Ксюша, рассказывай, что за история с квартирой. В общем, меня вышлурнули просто как собаку. Если бы не моя подруга Ира, мне пришлось бы на вокзале ночевать. Просто собирай монат, езжай. А я-то в чем виновата? Успокойся. Успокойся. Давай потихоньку. Рассказывай с самого начала, как возник конфликт. Все было отлично. Меня все устраивало. И через месяц, в день оплаты, Вячеслав пришел, чтобы снять показания воды электрочетчиков. Мы изначально договорились о том, что я плачу 30 тысяч плюс коммуналка, Света, вода. Он начал снимать показания с электрочетчиков, вбивает, и там у него выдает 14 тысяч счет. Я начала перепроверять, у меня хватило паника, и там на самом деле оказалось 14 тысяч. А с самого начала ты зафиксировала показания счетчика, да? Да, да, я все проверила. Ну, как же так получилось, что ты намотала 14 тысяч там? Вот, в том-то и дело, что я не понимаю. Я жила как обычный человек. Ну, то есть телефон заряжала, чайник включала. Вообще ничего особого. И, в общем-то, я как представила, что мне нужно заплатить 14 тысяч, я предложила вызвать каких-то специалистов, может быть, делав счетчики. Ну, проверили, да? Да, вдруг, ну, там, какие-то проблемы с ним. И тут Вячеслав взбесился, начал орать, что я охренела, что я у себя в деревне могу жечь, сколько хочу, а здесь он такого не позволит, и сказал, что могу уйти с вещами на выход. Погоди, погоди, то есть он тебе даже шансы не дал, ну, как-то разобраться в ситуации? Может, соседи, в конце концов, подключились к вашему, к вашей сети? Да нет, ничего такого не было. Он сказал, начал меня вообще гнать, сказал, что я подвергла опасности весь дом, что я нарушаю нормы пожарной безопасности. Он стал показывать мне договор, что там пункт такой прописан, что я должна пользоваться квартирой в соответствии с нормами пожарной безопасности. На основании этого он не отдал мне залог. А договорчик ты мне покажешь? Да, конечно. Да, действительно, такой пункт есть. То, что он обманщик, это сто процентов, потому что я... А с чего ты это решила? Да, вот я начала искать квартиру и наткнулась на его объявление, которое было выложено позавчера. А выгнал он меня вчера. То есть за день до того, как он меня выгнал, он выложил уже объявление о сдаче квартиры. То есть он был уверен, что он тебя выгинет? Ну, выходит, что так. Да, интересная подробность. Ой, здравствуйте. Ой, Ира, мы тебя разбудили. Да нет, Ксюш. Влад, это Ира. Ира, это Влад. Разнакомство, Ира. Здравствуйте. Слушайте, ну я надеюсь, что вы нам поможете. Я вот чем смогу, тоже готова помочь. Надо Ксюшу выучить. Ну, смотрите, тут история очень непростая. Если честно, мне прям не верится, что такой расход электроэнергии... Давай сделаем вот как. Объявление о сдаче квартиры еще актуально. Да, я сейчас вам скину ссылку. Скинь ее, пожалуйста. Так. Угу, есть. Каковы телефончик. Алло. Алло, здравствуйте. Это Вячеслав? Да. Я по объявлению вам звоню. Меня Валера зовут. В общем, там ситуация такая. У вас квартира. Вот мне нравится район, фотография. Все понравилось. И цена мне нравится. Мне вот дочку бы заселить. Я ее в Москву отправил. А там какая-то вот получилась, ну, не суразница, что ли, с агентством. Не предоставили нам квартиру. Вот нужна квартира срочно. Вы можете как бы нам сдать ее? Да. Там еще висит актуальное объявление. Очень хорошо. Давайте так. Я сейчас дочку отправлю по адресу. Он здесь указан. Только нет квартиры. Она приедет на место, прям с вещами, и позвонит. Я ей деньги дам с собой. Она вам все заплатит. Хорошо. А условия у вас какие? Сколько нужно заплатить? 30 с того, сейчас это на первом месяце. И 30 с того. Все, все устраивает. Спасибо. Хорошо. Жду. Доброе утро. В общем так, девочки. Не видя квартиры, давать какие-то обещания бессмысленно. Ирина, вот ты хотела помочь? Вот отлично. Вот и помоги мне сейчас. Сыграешь роль моей дочки. Познакомишься с хозяином квартиры. Ну и заедешь туда. Так что одевайся. Хорошо, я готова, да. На выходе из подъезда, на выходе из подъезда через скверик стоит черный внедорожник. Присаживайся туда. Хорошо, да, я только один еще. Влад, спасибо вам большое. Вы просто меня выручаете очень сильно. Ксения, рано говорить спасибо. Будет сейчас какой-то результат, вот потом его повторишь. Хорошо, я вас поняла. Жди новостей. Так, пока девочка собирается, мы тут небольшие приготовления организуем. Миша, выйди на связь. Я на связь, Влад. Миш, нужно подготовить 60 тысяч для аренды квартиры. И чемодан на колесиках, ну типа вещи для переезда. А еще мне нужен тепловизор. Надо где-то взять его в аренду. Хорошо, Влад, все сделаем. Отлично. Короче, с тепловизором пройдемся по квартире и посмотрим, что ж там такое может-то намотать на 14 тысяч. Я не знаю, какой там агрегат стоит. Будем искать. Через месяц, в день оплаты, Вячеслав пришел, чтобы снять показания электрощетчиков. У него выдает 14 тысяч. Наткнулась на его объявление, которое было выложено позавчера. А выгнал он меня вчера. То есть он был уверен, что он тебя выгибил? Ну, выходит, что так. Сыграешь роль моей дочки, познакомишься с хозяином квартиры, ну и заедешь туда. Ирина, присаживайся, располагайся, обязательно пристегивай ремень. Да, спасибо. Ну, поехали. На самом деле, у тебя задача очень простая. Нужно просто снять квартиру. Денег на аренду я сейчас тебе дам. А еще дам чемоданчик на колесах. Ну, такая типа, вот прям переезжаешь. Когда хозяин покинет квартиру, я подымусь в этот момент. И посмотрим, что там может так потреблять электроэнергию. Если что-то работает, значит, выделяет тепло. И мы это найдем. Ну, хорошо. Самое главное, из себя строить такую девушку-простушку. Ну, такая провинциалочка в Москву приехала, неопытная. С этим у меня проблем не будет. Я когда первый раз сюда приехала, меня кинули в агентство недвижимости. Наверное, взяли денег, а квартира уже не сдается. Ее вообще не существовало. Ну, типичный случай. Большой город, что ты хочешь, надо быть осторожным. Да, я теперь внимательна к деталям. А вот это правильно. Будем подъезжать ближе к подъезду. Я тебе поставлю камеру. Иди сюда. Стой, постави. И вот шарф прикрывай. Угу, хорошо. Подожди, вот объектив, осторожно. Угу. Изображение с твоей камеры я буду видеть на мониторе. Так что не нужно волноваться. Все будет хорошо. Ну, самое главное, что в ряду. Ну, собственно, все. Звони хозяину. Угу. Поставь, пожалуйста, на громкую, я все разговоры записываю. Здравствуйте, Вячеслав. Это Ирина. Мой папа вам звонил по поводу сдачи квартиры. Я подъехала. А, да, здравствуйте. Отлично. Нажимайте на самофоне 25-я квартира. Я вас встречу. Угу. Хорошо, спасибо. Я поднимаюсь. Угу. Давайте. Ну, отлично. А, вот это, да? Да, берешь чемоданчик. Так, нам нужны деньги. Так, здесь 60 тысяч. Держи. На, тепловидор не нашел, кирометр. Спасибо. Все. Давай, с Богом. Сейчас подключимся к камере. Здравствуйте, я Ира. Привет, привет, спокойно. Так, а вот и Вячеслав. Да, 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 я сейчас стою на стол. Ну, смотри. Слева здесь плодовочка. Короче, если она будет нужна... На самом деле, я заранее прощерстил интернет и посмотрел, сколько стоят квартиры на районе. Они примерно так и стоят. 30-32 тысячи. Или 35 с торгом. Так что ценник, хозяин Вячеслав, поставил адекватный. Пойдем подпишем договор. По экземплярам, типовой, можешь ознакомиться в любом случае. Так, вот, сначала возьмите деньги тогда. Да, конечно, давайте. Я не забыла. Смотри. Еще важный момент. Я сразу уже из один и второй экземпляров писал показания счетчиков. Так, ну сделка проходит нормально. Вы мне еще покажете, да? Да, да, да. Вячеслав, кажется, ничего не заподозрил. Подписывает договор. Ну и прекрасно. Спасибо. Все, всего доброго. Если что, вдруг, да, звони. Угу. Я пойду. Да, хорошо, спасибо большое. Так, отлично. Сделка завершена, мужик уходит. Миша, Миша, выйди на связь. Да, на связи. Мужик сейчас выйдет из подъезда. Установи за ним наблюдение. Хорошо. Ну вот и славно. Ну что, квартира свободна? Можно провести наше обследование. Пойдем. Ирина, я на мониторе все видел. Что, очень волнительно. А вот ваша камера, кстати. Спасибо. Хочу волноваться. Все хорошо. Так, давай-ка я разденусь. Да, да, конечно. Вешалка еще нет пока, да? Ну да, где? Так, давайте начнем. Во всякий случай. Квартира спартанская. Что-то да нет. Опа! Он начал снимать показания с электросчетчиков. У него выдает 14 тысяч. Когда хозяин покинет квартиру, я подымусь в этот момент. И посмотрим, что там может так потреблять электроэнергию. Здравствуйте, Вячеслав. Это Ирина по поводу сдачи квартиры. Я подъехала. Я подъехала. Я подъехала. Да, хорошо, спасибо большое. Ирина, я на мониторе все видел. Спасибо. Что-то есть там? Стена теплая. Мне уже страшно. Не надо чего бояться. А здесь шкаф, да? А что здесь? Контроля. Ну, все понятно. Здесь что-то есть. Теплая стена. Смотри. Такого быть не может. Здесь что-то есть. Ну, вот как-то так. Что, есть дверка потайная. Закрыта. Ну, по характерному жужжанию вентиляторов, я примерно понимаю, что там такое. Но открывать дверь я, конечно, не буду. Надо, чтобы хозяин квартиры сам открыл эту дверь и показал оборудование, которое с такой силой наматывает счетчик. Давай сделаем вот как. Ты сейчас хозяину позвонишь и скажи, что из-за шкафа идет дымок и сильный запах сженых проводов. Скажи, что ты боишься и просишь вызвать МЧС или пожарные. Хорошо? Все, звони. Алло, да? Алло, Вячеслав. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, тут что-то случилось. Что? Что, Мармагна, расскажи, что случилось? Вы знаете, тут из-за шкафа дым валит. И какими-то жеными проводами пахнет. Я боюсь. Может, МЧС вызвать какой-нибудь или что-нибудь. Так, здесь подожди, Николай, не вызывай, а сейчас к этому стараюсь подожди. До свидания. Хорошо, что он. Ну, отлично, он сейчас съевится. Дай мне рот все, пожалуйста. Миша, выйди на связь. На связь. Миша, как там наш пациент? У нас порядок, я резко вернулся, обратно в сторону, побежал. А я знаю, Миша. Скажи, пожалуйста, сколько у нас есть время? На минут 10-15. Отлично, хватит. Дима, выйди на связь. На связь, вот. Дим, тащи сюда дым-машину и принеси камеры. Хорошо, несу. Так, ну что, надымили вроде нормально. Ирина, не волнуйся, значит, смотри, твоя задача встретить хозяина Вячеслава. Вся такая взволнованная, вся такая на нервах. Ой, тут что-то горит. Короче, создай такую прям атмосферу, хорошо? Я не буду. И ничего не бойся. Я в нужный момент подключусь. Хорошо. Так, вырубайте свет. На связи, Миша. У нас все готово, спасибо. Вячеслав, где вы ходите? Я уже боюсь. Может быть, МЧС вызвать? Да. Подожди, никого не надо. Как не надо? Подожди, никого не надо. Пожалуйста, я тебя позову. Я потушу все. Подожди. Подожди. Он ее специально вырубил, чтобы не палиться. Я так и знал. Майнинговые фермы. Нормально все. Чувствую, что-нибудь. Ну, что, пойдем пообщаемся с этим бизнесменом? Гляньте. Ну, что, криптовалюту маним? Иди, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто такие вот? А ты, значит, бизнесмен, криптовалюту майнишь, да? Ирина, зайди сюда, пожалуйста. За чужой счет. Как, хорошо жить, да? Вы знаете, что вы нагрели мою подругу на электричество? Подожди, вы что? А за даток то, что ей не вернули? Какой за даток? Подождите, я не понимаю. Выключите камеру, пожалуйста. А я тебе сейчас объясню все. Меня зовут Влад Чижов. Это моя съемочная команда. Я снимаю реалити на канале Че. Решал называется. А мошенника? Вот о таких, как ты. Понял? Ты вот эту девушку кинуть хотел. Ну-ка быстро 60 штук вернул. А еще ты обманул ее подругу Ксению. За месяц 30 тысяч. И за даток 30 тысяч. Ты сейчас вернешь. Я, ну, она же отжила-то нормально. А то, что ты в ночь ее выгнал, и она, считай, на вокзале ночевала, ей теперь квартиру новую искать. Бегом вернул деньги. Ну, мне нет наличия. И что теперь? Ну, я могу по карте привезти. Вот давай, да, на карте. Сейчас я номер продиктурую. Давай, давай, переводи. Восемь, девятьсот семьдесят девять. Три, четыре. Шестьдесят тысяч. Можно я тридцать переведу и тридцать... Мне еще раз к тебе прийти? Тебе мало, что ли, визита моего одного? Слов на вас нет, как вас назвать. Молодец. Ирина, одевайся или вещички. Нет, ну, человеку есть кое-что еще рассказать. Мы же закончили, ну, выключите камеру, пожалуйста. Конечно, конечно, закончили. Просто совести нет у вас. В общем, так, дружок, ключ от своей каморки, бегом. Давай, давай. Иди сюда, иди, иди сюда. Телефон давай свой. Зачем? Давай, давай. И распороль его. Вот, молодец. Я же все сделал, я отдал деньги. Ну, что еще надо-то? Значит так, я тебе сейчас удаляю весь список друзей. Это чтобы ты дружкам своим не позвонил. Каким дружкам? Подожди, я никому звонить не буду. Я просто попросил, чтобы... Обгуляю твою симку. Так что на, держи, у тебя практически новый телефон. Все, ну мы... Иди в свою каморку. Давай, давай. А когда будешь звонить в службу спасения, вот им и объяснишь, какого хрена ты поставил оборудование, которое жрет электричество, и ставит под угрозу всех жителей дома. Давайте поговорим. Я же дырнул в матке. Ну все нормально. Все, будь здоров. Так, ребята, снимаем камеру, забираем дым-машину. Да как я позвонил сюда вообще? Что вы делаете? Тебя МЧСники освободят. Звони. Ирина, ну вот такая вот непростая история получилась. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы помогаете людям. Держи, Миша, на самом деле это тебе спасибо, что подругу в беде не оставила. Вот, и ты-то вроде как девушка опытная, она недавно в Москве живет. Ты там подсказки какие-то давай, житейские такие, чтобы твоя подруга больше в такие истории не попадала. Да, теперь обязательно. Так что будьте осторожны. Миша тебя довезет. Спасибо. Все, счастливо. Поехали. Да, Ксения, говори. Клата, спасибо вам огромное. Знаете, вы первый человек, кто застрелся за меня в Москве. Я бесконечно вам благодарна. Спасибо за добрые слова, Ксения. Да, скажите, а как так получилось, что в итоге я столько не делюсь, если ваш план? Псюш, сейчас к тебе приедет Ирина, ее Миша везет. Она тебе все расскажет, хорошо? Хорошо, я вас поняла. Спасибо еще раз большое. Всего доброго. Все, счастливо. И будь, пожалуйста, осторожнее. Да, аренда квартир – это вечный бизнес для мошенников. Всегда кто-то хочет снять квартиру подешевле, и обязательно найдется какой-то негодяй, который захочет на этом заработать. Если уж вы попали в такую ситуацию, на вас давят, требуют вас немедленно заплатить или убраться из квартиры, возьмите пятиминутный тайм-аут. Позвоните кому-то, друзьям, знакомым. Пусть они приедут. Наверняка кто-то из них вам поможет. Ведь в одиночку противостоять мошенникам очень сложно. Вот как-то так. Смотрите далее. Нашу квартиру, которую мы купили, у нас хотят заправить. Быстро очень квартиру надо продать. Можете помочь? А что ты чистый-то такой? Давай, исправляйся. Ты же Кирилл. Кирилл. Риэлтор? Кирилл. А вы кто такие? А мы агентство недвижимости. Понял меня? Мошенники – народ хитрый и прожженный. Они могут завуалировать свою мошенническую схему так, что вы и не поймете, что стали участником мошеннической схемы. А когда поймете, будет уже поздно. Со мной связалась семейная пара Алина и Егор. Они считают, что потеря денег на сделки с недвижимостью вовсе не случайная, что с ними поработал мошенник. Я договорился с ними о встрече. Будем разбираться в этой странной истории. Алина, здравствуйте. Егор. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы приехали. Присоединюсь к вашему кофе-питью. Ну, рассказывайте, что у вас случилось? Примерно шесть месяцев назад мы продали в Воронеже квартиру, взяли кредит, чтобы здесь купить квартиру. Мы познакомились с риэлтором. Мы на форуме его нашли по поиску недвижимости. Его зовут Кирилл Сталинский. Мы там почитали, там везде много хороших отзывов. Мы с ним связались. И он нам нашел подходящее, да, хорошее жилье. Это потрясающее такое жилье. Там, в общем, владелица была женщина, старушка миленькая, Мария Михайловна. Ничего не подозрительного, никаких проблем. То есть по сделке, в принципе, проблем никаких не было. То есть сделка прошла хорошо? Да. Бабушка живая, адекватная. Владка чистая, но потом начались проблемы. Давайте с этого момента поподробнее. Где-то примерно через два месяца после покупки он объявился. Снова он с нами связался и сказал, что нужно очень срочно встретиться по какому-то там очень срочному вопросу. Что у нас проблемы. Да, что у нас проблемы. В итоге он нам говорит, что нашу квартиру, которую мы купили, у нас хотят забрать. Погодите, а кому же это нужно было забирать квартиру? Ведь сделка уже совершена. Тот из родственников остался недоволен? Мы не знаем, родственники они или не родственники. Пришла бумага из психиатрической клиники, где лечилась вот эта Марья Михайловна, которая продавала квартиру. И у неё там стоит диагноз деменция. Ну, какие-то осложнения, в общем, нет. Егор, подождите, когда идёт оформление сделки, идут запросы во всякие разные службы для того, чтобы выяснить, человек, который с вами в сделку вступает, он здесь способен или нет. То есть, когда вы делали сделку, этой справки не было? Этой справки не было. Но когда мы её увидели, вы понимаете, там дата стояла заранее, буквально за неделю до купли-продажи. Ну, как интересно. Нет, на самом деле я спросила у Кирилла, как так получилось, да, что, почему вы не проверили. И он сказал, что это происходит вот сейчас, в данный момент, в реальное время. Ну, то есть, вот эту бабулю сейчас задним числом оформляют как, типа, психбольную. Недвиспособную. Да, ну, короче, мы не знаем. Кирилл нас убедил, что у этой бабули какие-то там, типа, связи влиятельные, люди. Так силовых структурах. Да, силовых структурах там какие-то. Нам с ними не тягаться. Ну, короче, мы всё проиграем, если мы начнём. И что он вам предложил? Ну, он вам предложил продать её в скором времени, чтобы хоть какую-то часть денег вернуть и, соответственно, от общей суммы скинуть, ну, хотя бы полмиллиона. Буквально за два дня он уже нашёл покупателя и говорит, ребята, давайте скорее, иначе мы потеряем всё. Мы потеряем квартиру и денег нам никто сочет. То есть этот Кирилл Знаменский стал вас торопить? Да. И чтобы вы быстрее продали квартиру и оформили сделку? Мы скинули цену, да. Мы продали квартиру. Плюс ещё ему мы заплатили 160 тысяч, ещё плюс налог. Да, потери не слабые, конечно. Скажите мне, пожалуйста, а в какой момент у вас возникли подозрения, что вот этот вот риэлтор работает с вами нечестно, что вся эта сделка – это постановка? Он нашёл клиента, как там его… Воронова. Бориса Воронова. И мы видели в социальных сетях фотографию, где вместе были вот как раз этот Кирилл и Борис. И мы понимаем, да, по дате, что они уже были знакомы ещё до встречи с нами, до оформления. Послушайте, ну это же не криминал, ну мало ли он кому-то своим знакомым посоветовал. Когда он, когда они пришли, он привёл покупателя, они… Они вообще делали вид, как будто они не знакомы. Да. Так дело в том, что когда… вот мы продали квартиру, да, и он моментально отказался нам помогать в поисках нового жилья. Сразу… Да, то есть у него там причины… Интерес в консультете, а проблемы у него начались, да, и он… Сразу куда сын исчез. Значит так, ребят, всё на самом деле не так просто, как кажется на первый взгляд. Очевидных доказательств, что с вами поработал мошенник, нет. Давайте так, я за это дело возьмусь, но мне нужно время сходство проанализировать. Вы можете мне дать контакт этого вашего риэлтора? Конечно, да. И было бы неплохо вот эту ссылочку на соцсеть, где вы видели фоточку с покупателя. Может быть, будет какая-то связь. Ссылку на соцсеть и номер. Да? Даже номер, да. Да. Вот он, кстати, вот эта фотография. Ага, вот её мне пришли, Тимон. Хорошо. Так, телефончик есть, спасибо. Так, и ссылочка на соцсеть есть. Всё, дайте мне время поработать с информацией. Спасибо вам большое. Набирайте терпение. Всё, кидаю вас. До свидания. Сейчас перешлю Феликсу всю информацию и дам ему задание. Феликс, здорово. Я там тебе ссылочку отправил на социальную сеть. Открой, пожалуйста. Ага, вижу, вижу, да, есть. Вот этот мужичок риэлтор. Я, конечно, понимаю, задание сложное. Надо посмотреть по комментариям, по кешу. Может быть, найдутся какие-то его клиенты, которые с ним уже связывались. Вообще, понять круг общения этого человека по социальным сетям. Короче, Феликс, мне нужны его клиенты. Понял тебя, Влад, поищу. Всё, спасибо, дорогой. Давай, на сайте. Ладно, поехали. К сожалению, в веских оснований утверждать, что риэлтор Кирилл Знаменский машинник у меня нет. Но в этой истории слишком много странных совпадений. Поэтому все набрались терпения и ждём информации от Феликса. Мы познакомились с риэлтором, и он нам нашёл подходящее, да, хорошее? Даже жильё. Где-то примерно через два месяца он объявился снова и сказал, что вот эту бабулю сейчас задним числом оформляют как психбольную. Но он предложил продать её и скинуть хотя бы полмиллиона. Он нашёл клиента Бориса Воронова. И мы видели в социальных сетях фотографии, где вместе были вот как раз под Кирилл и Борис. Феликс, здорово. Я там тебе ссылочку отправил на социальную сеть. Вот этот мужичок риэлтор. Мне нужны его клиенты. Задача, которую я поставил перед Феликсом, была практически неразрешима. Но иди попробуй вычисли прошлых клиентов риэлтора. Ни одно агентство не даст такой информации, как минимум потому, что это незаконно. Но Феликс молодец. С задачей справился. Он очень хорошо поработал с комментариями в социальной страничке риэлтора, этого Кирилла. Некий Пётр благодарил Кирилла за то, что он спас его от токсичной сделки. Я связался с этим Петром и расспросил его, что на самом деле тогда произошло. И Пётр мне рассказывает историю, да более похожую на историю Егора и Алины. Сделки Петра, Егора и Алины отличаются только покупателями. Там разные люди. Но сути это не меняет. Мы теперь с вами прекрасно понимаем, что Кирилл – мошенник. И он зарабатывает на этих дисконтах от новых покупателей. Но вот незадача. Это как раз тот самый случай, где мошенничество очень сложно доказать. Надо просто оказать на него психологическое давление. Кирилл Алло, алло, здравствуйте, это Кирилл? Да, здравствуйте, Кирилл. Меня Валера зовут. Мне вот знакомый ваш телефончик порекомендовали. Сказали, вы риэлтор хороший. Ну, хорошо, что порекомендовали. Ну, да, так и. Ну, в общем, смотрите, Кирилл, у нас тут такая, ну, скажем, задача. Быстро очень квартиру надо продать. Можете помочь? О, ну, в этом, конечно. Без проблем. Очень хорошо. Давайте, может быть, тогда встретимся, обсудим. Хорошо. Скажите адрес, я подъеду. Я вам сейчас скину смс-кой. Точный адрес, чтобы вы не заблудились. И код от подъезда. Хорошо, хорошо. Все, давайте тогда часиков семь. Подъедете? Да, да, да. Мне удобно. Хорошо. Все, договорились. Да, до встречи. Сейчас отправлю ему смс-очку. Ну, вот и славно. Миша, Миша, выйди на связь. Да, на связь у вас. Риэлтор наш купился. Насколько я понимаю, у нас проблем с квартирой быть не должно. До семи нужно обвесить камерами. И пригласите в нее Серегу. Хорошо, власть сделаем. А еще, пока я еду, пригласите на квартиру людей, которых обманул этот риэлтор Кирилл. Хорошо, приеду. Все, ребята, поехали. Так, ребята, кто-нибудь выйдет. Пойдите на связь? А, власть, власть. Что там происходит? Серега с Мишей уже на квартире работают. В принципе, все на месте. Алина, Егор и Петр тоже здесь. Отлично. Я уже подъехал. Подымаюсь. Хорошо. Здравствуйте. 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 Миха, Серега, ну что, все приготовили, обвес сделали, все нормально. А что ты чистый-то такой? Давай, исправляйся. Должно выглядеть жутко, так, чтобы прям кишки в трусы кидались. Я не буду смотреть. Снимайте это сами. Это ужас какой. Ну, пообиду помажьте. Пусть покрасивше будет. Надо бы ее... Во-во-во-во, ништяк. Прям-прям ништяк. С кусочками. Жди, пока засухи. Что, я добавлю еще? Добавь маленькое. На связи, Дима. Кирилл, наблюдаем. Он заходит в подъезд. Отлично, мы готовы. Почти. Не надо. Не надо. Тихо, 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 тихо. Ты правда, кто по доблести? Вот так. Вот теперь годится. Так, все сегодня исходное. Сейчас я говорю к встрече. Здрасте. Здрасте. Кирилл, релтор. Да, Кирилл, заходите. Как тут у вас разываться? Нет? Нет, Кирюш, не надо разываться. Да вы что? Да вы что? Это же мужик? Эй, мужики, спокойно. Тихо, 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 тихо. Мужики, нет, нет, нет. Тихо, тихо. Ну-ка на место садись. Да что, мужики. Погоня, я прошу, чтобы не убивал. Не убивал его. Я, наверное, этажом ошибся. Ну, как же ты ошибся этажом? Ты же Кирилл. Кирилл. Риэлтор. А вы кто такие? А мы агентство недвижимости. Только экстренное. Понял меня? Так я при чем, мужики? А вот тоже риэлтор. Работать с нами не хотел. Теперь вот, Сереж, он из города уехал уже или как? Собирается. Ну, ты следующий. Только не убивайте. А что с тобой делать-то? Объясни, как тебя не бить? Ты сидишь, жрешь в одну харю. С кем работаешь? Да. Один я работаю, ну. Или все-таки есть тот адресок, давай. Мужики, серьезно, один работаю, ну. Честно, только не бить. Ты понял, с кем связался? Да. Что за схема у тебя? Схема, ну, схема отличная. Там, там, вообще, ну, ищешь лоха, квартиру им продаешь, потом приносишь справку, что это бывшая хозяйка, больная, психбольная, любая. И давайте перепродадим, а то вообще без денег останьтесь. Продаю, и у меня люди потом за это процент подкидывают, что я подешевле хату нашел. А справку где берешь? Да где, Лип, а справка, ну. Ну, вот теперь будешь с нами работать. Схему ты рассказал, молодец. Ребята, заходим с камерами. Какие камеры? А я тебе сейчас все объясню. Какие? Какие? Вы что? Ну, ты же схему-то рассказал. Вот, ребята, все послушали. Ну, узнаешь людей-то, кого обманул? Можку бы тебе оторвать. Извините, вышло так. Я все отдам, честно все отдам. А у тебя выбора другого нет. Конечно, отдашь. Ты в курсе о том, что люди при продаже квартиры еще налог заплатили государству? Реши, мой налог, я все комментирую. Ну, вот и славно. Вот и молодец. Вести себя будешь хорошо. Банки есть, все отдам. Где деньги? Деньги в банке, но это не вопрос. Паспорт с собой? Паспорт с собой. Все сейчас сделаем. Сейчас поедешь с дядь Сережей, шутить не будешь по дороге, а то Сережа тебе вырвет ноги. Понял меня? Сейчас все сделаем. Все, Серега, грузи его. Все решено. Серьезно. Ладно, вы нас выручили. Спасибо вам большое. Ребята, на самом деле, вся история еще не закончилась. Сережа, конечно, на серьезной прессе. То, что деньги он получит, вероятность 99%. В любом случае, вам нужно будет поехать сейчас к банку. У вас какая сумма? 700. И не забудьте к этой сумме приплюсовать налог, который вы заплатили с продажи квартиры. А у вас? 660. То же самое. Все, будьте осторожны. Рынок недвижимости – это просто ужас. Аккуратно. Я не могу. Все, на свидание, ребята. Спасибо большое еще раз. Спасибо еще раз. Хороший балансы, ты че. Ну, не страшно, а ты боялся, не надо лить. Давай, короче, Мишань, камеры снимай, отмывайся. Хорошо. Мы поехали. О, Алина звонит. Да, Алина, говорите, вы на громкой связи. Влад, нам всем только что вернули все до последней печки. Спасибо вам огромнейшее. Просто вы даже не представляете, как вы нам помогли. Алина, ну вот и замечательно. Сделка для вас закончена и кажется без потерь. На будущее просто будьте поосторожней. Все надо проверять. Да, я поняла. Спасибо вам огромное. Спасибо. Все, Алина, счастливо. Спасибо. Когда вы проводите сделку с недвижимостью, вы должны понимать, что риэлтор вам не друг и не родственник. Это всего лишь бизнес. Он отрабатывает свой договор. И впрягаться он за вас будет. Только в том случае, если в договоре указана ответственность за качество предоставленных услуг. Поэтому если какой-то риэлтор пугает вас какими-то страшилками, не надо верить на слово. Он риэлтор, работающий за день. Всю информацию проверяйте. Вот как-то так.